здравствуйте всем с вами регина из италии из города флоренции сегодня первый день карантина и я уже сходила в магазин супермаркет купила продукты и решила сделать вот такую вот коротенькую съемочку знаете народу немало немало кто-то за продуктами кто-то собачкой гуляет кто-то просто прогуляться кто-то с маской кто-то без маски а да я прошла мимо как его парикмахерской вот видите какая у них елочка красивая кстати это парикмахерская вот за углом моя квартира до здесь у них постоянно клиенты постоянно постоянно свои клиенты работают они хорошо видите сейчас утро и у них уже работа есть постоянно с утра до вечера у них работа парикмахерские работают хорошо потому что сейчас перед праздниками и потом раньше когда нас закрывали на локдауны люди не могли стричься это когда первый раз а сейчас уже уже во второй локдаун и в третий локдаун разрешение есть работать этим парикмахерским но все равно сейчас перед праздниками все женщины приводят себя в порядок стригутся красит волосы но там есть еще и маникюр и педикюр делают поэтому сейчас парикмахерские и эстетисты работают очень очень хорошо я сделала значит супермаркете спейзу купила продукты была небольшая очередь я ее простояла но небольшая так человек десять до меня вот магазины супермаркеты открыты маленькие и частные и большие парикмахерские работают я уже и в парке тоже погуляла вон там для собачек пообщалась там а с другими соседками которые гуляют тоже собачками я сейчас у некоторых спрашиваю как вы думаете про папа по поводу того что хотят нам делать прививочки значит мнение разные одна говорит значит она медсестра конечно она что будет говорить сами понимаете что она говорит она говорит что нужно конечно делать эти прививки она год я вообще не понимаю людей которые не хотят это делать ну и в таком роде в общем но я ее поняла короче и ну так просто ее мнение хотела послушать да потом значит просто иду супермаркета вот с полной сумкой шла и гретка и тоже еще одна женщина с дочкой собачкой и я их тоже так же так ну поболтали поболтали и потом я их тоже спросила про эту прививочку и они говорят ну вы знаете дело в том что раньше говорит когда изобретали вакцины то на это нужно было десять лет а сейчас будет за какие-то считанные десять месяцев говорит сделали это значит вакцинку да это что-то не так вот конечно не хочется делать но если нас заставят в общем мнение второго человека да но я вот так вот спрашиваю разных 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 один вообще сказал сосед по работе там говорит ну ему лет восемьдесять или семьдесят ну где-то под восемьдесят живчик такой хорошо выглядит вот он говорит ягод в детстве делал осп от оспы там это я вообще считаю что вакцина делают в детстве а уже в таком возрасте как мы уже эти вакцины не нужны есть иммунитет который должен работать я говоря полностью с вами согласна год ягод он год я делать ничего не буду вот так также моя сабриночка также многие другие ко мое окружение говорят что не хотят делать никакой прививки вот такие дела ребятки эти люди гуляют это я сейчас решила после того как я сделала спейсом я ее даже не занесла я ее в подвал занесла чтобы прогуляться еще чуть-чуть с гребкой потому что она в супермаркет заходила не толком еще не подышала не погуляла поэтому думаю дайте-ка я сделаю короткое такое видео просто гуляет видите ну я не знаю куда они направляются и откуда но людей немало немало в общем в ту сторону идет пиаце санта-крочи вот пиаце санта-крочи я могу пойти в принципе вот так кружок сделать и пойти домой планы на сегодня значит я сегодня хочу как и вчера заниматься моими украшениями то есть я хочу сделать немножко украшения мало бюджетных и поставить на ebay вот потому что у меня сейчас все выставлено на ebay и нечего больше выставлять поэтому а продукции фурнитуры у меня много поэтому и камней тоже натуральных у меня много что они будут просто так лежать я буду чуть-чуть по чуть-чуть делать украшения почему мало бюджетные потому что дорогие слишком до на ebay не очень хорошо идут на ebay идет что-то красивое глаза бросающие и недорого вот есть и винтажные вещи на ebay сами понимаете и не винтажные тоже есть вещи украшения тоже продаются очень хорошо я хочу попробовать в принципе так что сегодня я буду занята хочу еще сегодня сделать вам ролик с украшениями которые я сделала просто дело в том что у меня очень много видео я вам говорила которые еще надо редактировать но все это зависит от моего супруга когда он умеет и сделает а пока миссион и мне это не делает я как бы сама делаю видосики вот такие от телефона и показываю сегодня если я сделаю вам я обязательно вам покажу какую-то часть сделанных украшений такие дела что еще видите здесь в центре практически палаццо вот такие все старые постройки немножко помолчим покажем вам дорожки настроение нет у меня не праздничное но мы же не католики мы не отмечаем натали у нас нет этого праздника насчет религии я вообще не люблю разговаривать честно говоря у меня мнение такое разница поэтому так могу порадоваться поздравить людей так но это честно говоря но в такое сейчас положение как можно радоваться чему радоваться но может быть у кого-то все хорошо у кого-то есть работа все здоровы живы и слава богу можно только посоветовать завидовать такому белой завистью этому человеку который не имеет никаких проблем но у меня не очень так в этом году как и у многих людей этом вот я видите на пьяце санта кротча в принципе я уже вам показывала и эту пьяцу санта кротча но вечером я помню было темно а ночью зрелище совсем другое вид вид зданий видно днем лучше смотрите это киезо санта кротча киезо церковь очень красивая это статуя данте я вам показывала но было темно видите какой он красивый вот такие вот здесь вот постройки исторические очень красивые обычно вот на таких пьяцах полицейские должны быть видели машины должны стоять чтоб не было сборищ чтоб все такое но сейчас нету никого видите красиво как я обычно когда не работала или там например на локдауне я всегда кружок делаю от моего дома вот мой дом там туда налево заворачиваешь и там моя квартира а здесь вот я рядом живу прям а если я в ту сторону пойду то я уже выйду на пьяцосвенерия и уже к моей работе так что я гуляю с собачкой вот отсюда и там налево и там круг там спокойно там выходишь на вот этот вот мостик речка прелесть такая спокойно я обычно там гуляю но сейчас я не знаю так далеко можно уходить или нет я еду секунду вот у меня Гретка нашла себе подружку или дружка мальчик окажется дружок вот она вот таких размеров собачек не боится а больших она прям их кругом-кругом убегает от них хотя с некоторыми играется но у них свои какие-то запахи не знаю с кем-то дружат с кем-то нет вот так смотрите какая она у меня прикольная Гретка хулиганка 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 ты моя девочка сегодня она мне снилась даже что-то снилась а наверное всегда думаю о ней переживаю за нее санта-крочи очень красивая пьяца вон там магазины есть и в одном из них я два дня проработала и все потому что мне не понравилось что они мне контракт сделали там на три месяца и хотели сделать меня это не устраивало мне нужно был контракт хотя бы ну мне вообще на тот момент нужно было эндетерминату вот но они делали на три месяца я сказала нет не надо мне надо было тогда менять документы и мне нужно был чем подлиннее контракт тем лучше но магазин неплохой там они работают на как это сказать вам на туристов они платят агентсии и агентсия им как бы это вводит туристов вот так вот они работают эти пустые все кафешки обычно в такое время года в такое время вообще обычно здесь в такое время ребятки знаете чего здесь и приезжают ярмарка приезжать ярмарка со многих стран из германии из франции и там испании ну разная ярмарка и продают свои продукции перед на талии там все такое разное вкусное и кафешки и там какие-то там мы постоянно ходим с виталиком даже из белоруссии приезжают это лоточек и там продают иконки и все преднадлежности это мы там покупали каждый год мы что-то там покупали я покупала позапрошлом году уже позапознан не помню что там покупала но я помню последние года я купила в прошлом году я купила такую как его сувенирную штуку которая крутит и она с мелодией играет мелодия и крутится такая вот купол ну этот красивый очень купол такой с крестом наверху но очень красивый и музыка в позапрошлом году я купила матрешки на елку вот а еще мы любим германские булочки с сосисками очень вкусные с капустой здесь продают а еще я покупаю здесь яблоки с петушком облитые которые мне напоминают детство конечно они не такие как раньше у нас в советский союз делали но тем не менее они что-то близко к этому и мне нравится иногда я покупаю а еще здесь продаются такие бублики свежевыпеченные прямо здесь их испекают здесь очередь за ними вот такие как рогалики они такие красивые в виде сердца что ли вот прям хрустящие вкусные и сегодня естественно в этом году в этом году не сегодня в этом году этой ярмарки нет здесь к сожалению вообще вот прям нас загнали всех как этих скотов даже не хочется это произносить это слово потому что мы люди мы не скот и мы хотим свободы дай бог чтоб на следующий год чтоб этого всего не было хотя мало верится ребятки я оптимист не пессимист но что-то у меня какое-то прям волнение внутри моего сердца что ребятки я сейчас уже далеко не буду ходить потому что пока я не увижу виджили не спрошу далеко ходить я не буду бродить потому что если поставить мне мульту мне нечем платить вот так ребятки сейчас я пойду домой позвоню к моей маме пообщаюсь и начну делами заниматься а потом уже встречу к обеду моего супруга накормлю опять его провожу он пойдет работать и я дальше буду продолжать свои дела делать ладно ребятки увидимся скоро пока 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 я не буду ждать я не буду ждать